МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги, корреспонденты Народного ТВ. Расскажем о том, что произошло в Кировско-Панцинском районе за минувшие 7 дней, что были в курсе. Ночной выпуск с хорошей новости для молодых мам. В Кировске Апатитах спортивные организации и учреждения предлагают льготные абонементы для занятий спортом. Все они присоединились к программе стимулирования рождения первенцев в регионе. Где можно сэкономить, знает Ольга Асача. Участниками программы стали частные фитнес-клубы и организация спорткомитета администрации Апатитов. Для поддержки и сохранения здоровья молодых мам после беременности и родов разработали специальные предложения на физкультурно-здоровительные посещения, в плавательный бассейн, тренажерные залы и фитнес-клубы по льготной стоимости. Программа продлится минимум несколько месяцев. Но лучше не откладывать посещения. Они важны и для хорошего настроения мамы, и для малыша. Тем более, что получить льготу очень просто. До трех лет надо будет предоставить при покупке абонемента льготного свидетельства о рождении ребенка и паспорт мамы. Мы планируем разработать программу для молодых мам в тренажерном зале. Так что приглашаем вас посетить наш тренажерный зал по специальной программе. Кировский спорткомитет поддержал замечательное начинание. Правда, льготы здесь имеют другие возрастные ограничения. Бассейн «Дельфин» также предоставляет скидку для молодых мам с детьми до полутора лет. Она распространяется на все сеансы, свободная от занятий спортивных секций. Программы скидок на посещение спортивных учреждений могут быть расширены и дополнены. Следите за новостями. На этой неделе в Кировске состоялась 8-я международная горно-промышленная конференция Баренства Евро-Арктического региона «Взгляд в будущее». Уже в седьмой раз она проходит в рамках Мурманской международной деловой недели. Основная тема конференции посвящена модернизации горнодобывающих, горно-химических и металлургических предприятий для комплексного освоения минерально-сырьевой базы Арктической зоны. Среди участников – политики, ученые, представители горно-промышленного комплекса Мурманской области, а также российские и иностранные производители горной техники и оборудования, специалисты сервисного обслуживания. Из новинок часть мероприятий организована прямо на производственных площадках «Аллоапатит». Важным итогом конференции стало подписание соглашения с компанией «Автотехэнмаш». В Химинах, в сердце Кольского полуострова, будет создан сервисный центр по ремонту горной техники. Это мероприятие стало одним из основных в рамках 8-й международной горно-промышленной конференции. Заключительный этап обсуждения договора о намерении по обслуживанию и ремонту техники производства компании «БелАЗ». В Кировске в рамках реализации программы «ТАСЭР» появится региональный ремонтно-сервисный центр. Данную услугу предстоит оказывать компании «Автотехэнмаш». Локализация вот здесь такого рода ремонта, сервисные услуги, она позволит на другой уровень вывести сам сервис по услугу, который сегодня оказывает компания «Автотехэнмаш». Безусловно, это повысит качество ремонта, я уверен, и соответственно обеспечит максимально эффективность работы оборудования, потому что сроки ремонта не значительно будут снижены. Инициатором появления данного регионального сервисного центра выступил самый северный в России производитель железнорудного концентрата горнопромышленное предприятие «Алкон». Андрей Брашитов поблагодарил коллег-горнопромышленников за продвижение предложения. А последние, в свою очередь, выразили слова благодарности правительству области и всем, кто принимает участие в организации такой площадки, как Международная горнопромышленная конференция. Это возможность и для бизнеса, так как продвижение оборудования, и для промышленности, то есть для нас найти такие синергии, которые позволят эффективнее развивать наш бизнес. Сервисное обслуживание – не единственное направление, которое Патит реализует совместно с компаниями «БелАЗ» и «Автотехинмаш». Сегодня речь идет о долгосрочных контрактах на поставку запасных частей, организации складов и о сотрудничестве в области внедрения таких технологий, как беспилотное управление автосамосвалами и обеспечение газодизельного режима эксплуатации техники. Между тем, появление в Кировске регионального сервисного центра – это огромный шаг в перспективное будущее не только для горнопромышленников Кольского края и в области в целом, но и для всей России. И стороны уверены, что он удачный. Мурманская область для предприятий, Мурманская область – это, конечно, очень правильный шаг. Это, действительно, тема, которая поднялась здесь, в Мурманске, она актуальна. Я думаю, что за этим последуют, наверное, другие примеры. И, действительно, объединившись на такой платформе, можно дальше развивать такую тему. Само подписание документов состоялось на большой сцене Кировского дворца культуры. Сначала между муниципалитетом, представляющим ТАСЭР на территории региона, и Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Все возможности ТАСЭР, о которых сегодня говорилось, это и налоговые льготы, и преференции, и имущественные формы поддержки – это некий пассив, который может превратиться в актив только в том случае, если вы проявите инициативу. И даже в том случае, если вы не можете очень четко сформулировать свои пожелания, свои инициативы на территории Мурманской области, Кировска, мы готовы помочь им это сделать, мы готовы к сотрудничеству. И вот к процедуре подписания приступают сами участники процесса – горнопромышленники и сервисники. Подписи поставлены, руки пожаты, БелАЗ и Апатит вошли в новую стадию отношений, еще более эффективных и плодотворных. Впереди в рамках этого партнерства огромная взаимовыгодная работа. Только на прошлой неделе в эфире мы рассказывали, что в Апатитах активизировались вандалы. Неизвестные сняли забор на спортивной площадке, облили краской памятник Владимиру Ленину и срезали перила на мосту. Но далее, наверное, произошла кульминация. Хулиганы выкрасили в черный цвет несколько букв стеллы Апатиты на въезде в город. Не Апатиты, Апатии. Именно это теперь читается после выходки вандалов, особенно в темное время суток. Неизвестные черным цветом закрасили три буквы. Причем использовали для этого устойчивую к стиранию эмульсию. Знак расположен в нескольких километрах от города при въезде с федеральной трассы. Представляет собой стеллу с хлебными колосьями. Большие белые буквы Апатиты. В мэрии сообщили, что в ближайшее время знак восстановят. С утра представители управления городского хозяйства выехали на место к стелле, провели обследование. К сожалению, материал, которым испорчена стелла, достаточно стойкий, поэтому потребуется усилие для того, чтобы привести стеллу в порядок. Сегодня с обеда мы начинаем работу по ликвидации последствий акта вандализма. То есть через несколько дней стелла снова станет белой и будет радовать приезжающих и выезжающих аптечан? Безусловно. Изуродовали стеллу, судя по всему, в одну из ночей на выходных. На страничке Народного ТВ ВКонтакте появились очевидцы. Только непонятно, насколько можно верить таким сообщениям. Я видела прошлой ночью молодого человека в очках на сером «Шевроле Ланос» у стеллы в районе трех часов. Рядом были два ведра с краской. Так или иначе, но похождения в вандалов в Апатитах продолжаются. Непонятно только одно, ради чего люди совершают такие поступки. Если вы стали свидетелями актов вандализма в городе, на спортивных площадках, в общественных местах, парках или скверах, обращайтесь в полицию. К среде знак «Оперативно» и совместными усилиями восстановили сотрудники Апатитской администрации и профессиональной аварийно-спасательной службы. Молодцы! Но осеннее обострение, похоже, добралось и до Кировска. Молодые люди на городском стадионе решили покататься на прицепе. Итог двояки, им веселье. Потому что вы только посмотрите, с каким упоением они носятся по стадиону и фотографируются. А для стадиона горняк расходы. Прицеп использовался для перемещения габаритных грузов при проведении городских и спортивных мероприятий. Но после покатушек использовать его нельзя. Прицеп стоял себе на территории стадиона, никому не мешал. Четыре молодчика проникли на территорию и начали просто измываться на него. Они прыгали по этому прицепу, отломали электрооборудование, которое предназначено для подключения освещения. Фонари с топом горят, все это было отломано. Развлекались они около 15-20 минут. Абсолютно непонятно, с какой целью. То есть уровень развлечений на грани первого бытного общества. Как в пятницу сообщил директор горняка Антон Трушенко, молодые ребята, попавшие на кадры видеонаблюдения, пришли с повинной. К другим новостям продолжаем выпуск. Взять капремонт в свои руки и напрямую контролировать работу подрядчика предложил один из депутатов на последней сессии горсовета. Дело в том, что ряд домов из списка в этом году так и не отремонтируют. Ремонты переходят на 2019 год. Какие дома все-таки планируют принять, расскажем в следующем материале. В 2018 году по программе капремонта в список попали 17 многоквартирных домов. Среди них Ферстмана-20 в центре города. Изначально дом Ферстмана-20 планировали покрыть сайдингом. Но он в таком виде не вписался бы в архитектурный облик этого района. Поэтому было принято решение дом отштукатурить и покрасить. А горожану даже предложили на выбор три цвета. На этом снимке заметно, что люди выбрали самый яркий. Коричневый, бледно-желтый и ярко-желтый. Как сообщили в мэрии, в ближайшее время дом готовят к приему. Ремонт наполняла питерская фирма «Аватар». Та самая, которая три месяца ничего не делала на доме «Московская-1». И возобновила работу лишь после вмешательства нашей съемочной группы. В интервью подрядчик заявил, что дом сделают в начале будущего года. К слову, у «Аватара» еще два дома «Московская-6» и «Космонавтов-11». Но, судя по всему, работы по ним проведут также в следующем году. И это не единственные дома, которые переносят. Это линия 12, где идут судебные дела. Поэтому он перейдет у нас на 2019 год. В работе у нас, получается, фестиваль на семь. У нас проводились конкурсы фондом капитального ремонта. На проведение капитального ремонта кровли. Они, по-моему, два или три раза объявлялись. Они не состоялись. Поэтому данный дом тоже будет перенесен в 2019 год. По словам Надежды Юрьевны, практически сданы работы по адресам. Бредова-30, Ленина-5, Победы-6 и Ферстмана-36. По «Космонавтов-7» и Ленина-10, и Ленина-13 продолжается ремонт кровель. А на Ленина-16 и Победы-19 скоро будут принимать фасад. На одной из последних сессий Апатистского горсовета депутаты высказали предложение взять капремонт в городе в свои руки, как это сделано в Кировске. По контракту написано «Одни выполнения работ». Закладка туда, утеплитель, например, на крышу, утеплитель, стандарт, самый дорогой. А укладывается туда, например, та же Минвата и все остальное, укладывается самая дешевая. И дом положено два слоя, укладывается один. Мы даже не видим актов скрытых работ. Мы их только по факту потом принимаем дом уже управляющей компанией. Идет работа, не идут работы, закончили, не закончили, ничего вообще не понятно. И фонд капитального строительства по результатам. Потом окажется, что они назначили контролирующий орган, тоже, наверное, кто-то какой-то подряд выиграл. Они сделали ремонт, сами у себя приняли и потом вот в таком состоянии отдали дом городу. А администрация потом и управляющая компания будет отвечать перед жителями города. Как сообщил Алексей Чуфырев, написано обращение в прокуратуру и Общероссийский народный фронт с просьбой сделать проверку выполнения работ по капитальному ремонту. Продолжаем следить за реконструкцией городского парка в Апатитах, которая надела столько шуму. В парке устанавливают опоры освещения, их там будет 94. По словам представителей ОГХ, новые парковые светильники гораздо ярче прежних обычных фонарей. Подрядчик соблюдает установленные сроки. И уже в середине декабря начнется новый этап реконструкции. Ирина Кузьмина с подробностями. Парк напоминает стратегическую площадку. Шумит техника, копают траншеи, бороздят почву. В свежие окопы рабочие устанавливают опоры под освещение. Подальше. Протянуты уже кабеля. Осталось только в щитке подключить и установить лампы, плафоны. Будет гореть свет. Получается освещение парки. Новые опоры металлические. Высотой по 4 метра на просеках и по 5 в центре. Конструкции ниже, чем прежние, чтобы свет не преломлялся кронами деревьев. Это значит, что парк будет ярче. Лампы белого света, по примеру, скверы на улице Пушкина. Директор управления городского хозяйства Олег Запанков главным достоинством реконструированного парка считает просматриваемость и безопасность. В силу последних событий, которые произошли, к сожалению, с ребенком, я думаю, что это очень важный аспект в данном случае, что, если обратите внимание, допустим, с улицы Космонавтов на улицу Ферцмана парк полностью просматривается. То есть, если, допустим, наряд ППС либо Росгвардии будет патрулировать и увидит, что с улицы можно будет просмотреть и увидеть, что в парке что-то происходит, можно будет спокойно, так скажем, прибыть на место происшествия. В будущем в парке планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы пресечь распитие алкоголя и разгул веселых компаний. А пока что и без этого жители обходят строительную площадку стороной. Не каждому хочется запачкать обувь, поскользнуться или упасть в траншею. Нет людей – нет мусора. Зато в Академгородке, к сожалению, все чаще валяются пакеты, банки и бутылки. Печально, что пока одни облагораживают город, другие мусорят где попало. Хочется, чтобы люди изменили отношение к себе. Прежде всего нужно провести реконструкцию в нас самих. На этой неделе в Кировско-Апатитском районе ряд крупных аварий. Во вторник на трассе Апатиты-Кировский, на полёку от бывшего поста ГАИ, случилось ДТП с участием трёх машин. В их числе маршрутка автоколонны 1378. 13 ноября около полудня произошло серьёзное столкновение 102-й маршрутки, учебной машины, местной автошколы и автомобиля ВАЗ. Водителя «Жигулей» выбросило на обочину. Учебная машина, столкнувшись с рейсовым автобусом, также понесла серьёзный ущерб. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автомобиля ВАЗ. Из-за снежной каши мужчина не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате чего столкнулся с учебкой и, отскочив от неё, врезался в газель. Друзья, прямо сейчас на трассе Апатита Хирус пришла жизнь авария с участием рейсового маршрутки от учебного автомобиля и автомобиля «Жигулей». На мостах работают предыдущие бои. Пока что не нужны причины. Столкновение произошло настолько сильное, что у «Жигулей» были выбиты стёкла и фары. Остальным участникам ДТП повезло больше. В иномарках сработали подушки безопасности, которые помогли в спасении жизней. По предварительной информации, в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу поступили ребёнок трёх лет и 25-летняя женщина. Оба получили закрытые черепно-мозговые травмы. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались. Вечером этого же дня, 13 ноября, на 10-м километре автодороги Апатиты-Кировск случилось ещё одно ДТП с участием также трёх автомобилей. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Ауди», двигавшегося со стороны Кировска, начал обгон другого транспортного средства по обочине, покрытой снежной кашей. «Ауди» выбросила на полосу встречного движения, где она столкнулась сначала с «Ладой», а потом с «Фордом», сообщают наши коллеги с Хибын-Форум-бюро. Бригады скорой помощи госпитализировали с места происшествия пятерых, одного в отделении реанимации. Журналисты издания любезно предоставили для эфира видеозапись момента ДТП столкновения трёх автомобилей. Будьте осторожны за рулём и соблюдайте правила дорожного движения. Нас всех ждут дома. К другим новостям продолжаем выпуск. Массово, весело, шумно и познавательно. В аппетитах состоялся всероссийский фестиваль «Наука-0+.» Финал интеллектуального праздника прошёл во Дворце культуры за опытами и интересными площадками. Наблюдала моя коллега Юлия Астахова. Десятки площадок, экспозиций, мастер-классов представили организаторы финальной интерактивной выставки под названием «Дорогами арктических открытий». Весь день с 11 до 5 вечера дети и взрослые смотрели в микроскопы, колдовали с пробирками и колбами, конструировали сами или же удивлялись изобретениям других. Робототехника и всё, что с ней связано, вызвало особый интерес у публики, причём разного возраста. Что особенно понравилось вам и дочери? Ну, робототехника, конечно, на первый взгляд сразу привлекает. Но вообще всего много интересного. Тебе что-нибудь понравилось? Да, мне понравилось, что из снега выпивали бутылки. Гостями большой интерактивной выставки стали мурманчане, детский технопарк «Кванториум-51». Они привезли несколько необычных проектов. Вот один из них – тросовый доставщик. Суть в том, что у нас есть два космонавта, которые связаны между собой тросами. Им нужно как-то передать между собой инструмент. И для этого нужно использовать какое-то устройство, либо робота, который передаст это. Ещё один гость из областной столицы – Музей занимательных наук «Фокус». Ребятам показали, что в банке можно солить не только огурцы, но даже воздушные шары. Мы берём ферму, включаем его на подогрев воздуха, направляем его в банку. Смотрите, он сам закреплен. Научные фокусы и роботы были интересны всем, впрочем, как и устройства микроскопов. Это площадка геологического института. Здесь малыши внимательно изучают строение минерала. Мне очень понравилось смотреть на кристаллы, на те камни. Дети очень интересуются, как видите, буквально прилипают, беспокаиваются, пока всё не просмотрят. Не меньше интереса вызвала одна из площадок Кольского медколледжа – мастер-класс по пеленанию. Организаторы фестиваля угодили всем – и юным первооткрывателям, и их родителям. А потому итог Дней науки в Апатитах один. Праздник удался. Вот этой массовостью, вот этой интересностью мы заразили публику. И востребованность такого мероприятия действительно теперь понимаем, что есть. И если нам предложат стать центральной площадкой, не откажутся однозначно. Это были основные события в следующей неделе в материалах корреспондентов Народного. Я с вами прощаюсь. До встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин